Самой массовой площадкой, куда пришли горожанин для участия в образовательной акции «Тотальный диктант», который прошел в этом году уже в 15 раз, стала 54-я школа. Для удобства площадки располагались в разных образовательных учреждениях города и в сельских населенных пунктах. В прошлом году мы приняли больше 300 человек, в этом году ожидаем 500 человек на всех площадках. У нас 8 площадок. Это в городе вообще? В городе у нас 6 и 2 площадки в Тарасково и в деревне Починок. Цель этой акции – показать, что быть грамотным важно для каждого человека, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Многие участники заранее готовились к «Тотальному диктанту», повторяли правила орфографии и пунктуации. Кто-то же, уверенный в своих силах, не повторял нормы русского языка. Русский язык – это, прежде всего, наш основной инструмент, которым мы владеем с детства. Готовились как? Конечно. Как? Читал очень много об этом мероприятии. Один раз на троечку написала, было, в остальные разы все не удавалось. Как готовитесь к «Тотальному диктанту»? Никак, а здесь же все правила повторим, никак не готовимся, просто пришли, правила повторили, написали, и все. В целом, можно сказать, я не готовился, просто пришел проверить свои знания, насколько я помню школьную программу, хоть сейчас еще до сих пор учусь. Каждый человек все равно ведь читает, все равно ведь пишет. И от того, как грамотно он пишет, будет зависеть и то, как тебя будут воспринимать другие люди. Автором текста «Тотального диктанта-2018» стала Гузель Яхина. Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. По традиции, текст на площадках читают известные люди. Так, на площадке в 54-й школе текст диктанта читал диктор одной из Новорольских радиостанций Александр Старков и заслуженный учитель России Галина Новикова. Текст интересный, но сложный. Очень много знаков припинания, которые требуют осмысления, потому что смысловые знаки припинания. Много орфограмм, направленных на правописание частиц. Действительно, в самом первом и в самом длинном предложении текста «семь запятых», а еще двоеточие и тире. Расставить все знаки пунктуации в нужных местах не так уж и просто. Закон учительства, каждый из которых напоминал предыдущий и ничем особенным не выделялся, Якоб Иванович настолько привык произносить одни и те же слова и засчитывать одни и те же задачки, что научился при этом мысленно раздваиваться внутри своего тела. Организаторы акции уже начали проверять работы. Узнать результаты можно будет, авторизовавшись на специальном сайте. В случае, даже если вы недовольны своей оценкой, писать грамотно – это модно. Можно уже начать готовиться к следующему тотальному диктанту. Никита Евсеев, Дмитрий Орлов. Объектив. Итоги. Продолжение следует...